Всем добрый вечер. Как ваши дела? Мы сегодня будем говорить о правильном похудении, о темпах похудения. То есть у нас в принципе марафон уже длится не первую неделю и сейчас каждый из нас будет смотреть, какие результаты и какой темп. То есть мы будем смотреть о том, какие правильные темпы, нужно ли где-то поднажать или наоборот темп достаточно хороший и не нужно себя чересчур еще больше мучить, скажем так. И будем учиться рассчитывать суточную норму калорий на день и белков, жиров, углеводов. И в принципе расскажу, какие есть такие нюансы при вообще процессе похудения, когда мы уже начали и там, например, прошло 3-4 недели, на что стоит обратить внимание. Забыла представиться, меня зовут Айна Гуль Есимова. Я являюсь мастером продаж в Атоме и диетологом, тренером групповых программ, также автором программы похудения, по которой сейчас девочки худеют. Самое первое вообще в похудении, что я хотела рассказать в темпах, никогда не нужно... Есть какие-то определенные цифры, но в любом случае мы все разные люди, у нас у всех организмы разные и не нужно себя подстраивать под какую-то шаблоны, скажем так. То есть примерно какие-то критерии есть, на которые стоит ориентироваться, но в целом загонять себя в какие-то рамки я не советую, потому что мы все разные, в принципе, возраст у нас разный, у нас разные телосложения, генетика у всех разная. То есть если у кого-то быстрее темп пойдет, у кого-то медленнее. И бывает такое очень часто, на первых порах, когда мы начали худеть, самое первое – это в основном уходят отеки. При правильном питании, когда мы переходим на такое сбалансированное питание, у нас уменьшается количество простых углеводов, и мы добавляем в рацион больше сложных углеводов за счет этого, добавляем белка, у кого не хватает. За счет этого очень часто многие девочки первым делом сбрасывают именно жидкость лишнюю, воду. И в этом нам еще хорошо помогает, кстати говоря, пуэр-чай. Он очень хорошо помогает вот эту вот жидкость согнать. То есть первые недели, которые мы очень интенсивно теряем вес, мы видим это на весах и в объемах очень хорошо видим это. Это именно вот жидкость первая. Потом уже, когда темпы наши увеличиваются, и организм привыкает к этому питанию, он уже начинает сбрасывать именно жировые отложения. Но сразу скажу, что в первую очередь уходит жир, который налип к нам совершенно недавно, ну может быть два-три до полугода, скажем так. Те жировые отложения, которые с нами уже давно, год-два года, а иногда у некоторых женщин это и десятилетиями, то такой жир очень тяжело согнать. Во-первых, он плотный, он достаточно плотно прилегает к нашим тканям, получается. Может быть также вокруг наших органов достаточно плотно плотно прилегать. Поэтому расстаться, расщепить такие вот, такое жировое отложение достаточно сложно. И на то, чтобы расщепить такие соединения, нужно гораздо дольше времени. Вот. И не нужно расстраиваться, если на каком-то этапе вы худели, 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 и, скажем, прошло 3-4 недели, и темпы у вас либо снизились, либо вообще остановились. Это бывает как эффект плато. Вот. То есть как бы застрял вес как будто бы. Во-первых, надо посмотреть еще и на внешний фактор, внешние объемы. То есть почему мы делаем еще фотографии, да, до, после и какие-то промежуточные, да, вот наши фотографии, нужно всегда сравнить, потому что вес может оставаться один и тот же, а внешне мы меняемся. То есть жир уходит, но вес может оставаться один и тот же. Либо там буквально 500 грамм ушло или 300 грамм, но внешне оно может прям очень сильно показать, ну в смысле визуально оценивая тело, будет сильно различаться. Те же складки, например, где-то будут уходить по спиночке, да, у кого-то шейка будет более такая, очерчиваемая, да, то есть второй подбородочек уходит. Потом вот руки особенно наши, да, это все очень видно на фотографиях. Потом видно на замерах, если мы делаем замеры с сантиметром, тоже очень хорошо видно. Потом кто-то по одежде видит. Вот. Потом зачастую, если у нас идут такие сильные силовые нагрузки именно, да, силовые именно, то зачастую бывает такое, что девочки могут чуть набрать веса за счет мышечной массы. Но это не значит, что там килограмм набрали за счет мышц. На самом деле мышечную массу нарастить очень тяжело. Это сложный процесс, ну достаточно, потому что это строение новых тканей. Это очень тяжело и трудоемко для организма, да. То есть нужно, во-первых, много кушать достаточно, прям питательный рацион должен быть. И силовые нагрузки должны быть правильные такие, которые будут направлены на микротравмы наших мышц. Получается, вот у нас мышца, вот волокнистая, да, она у нас. Когда мы совершаем силовые нагрузки, мы немножко ее разрываем. Совсем немножко такие микротравмочки образуются. Потом мы из рациона добавляем больше белка и углеводов. За счет того, что белок как строительный материал вместе с углеводами поступает в нашу ткань, он начинает наращивать вот эти вот разрывы. И за счет этого формируется новая ткань. И вот так строится наша мышечная ткань именно. То есть она может чуть-чуть где-то нарастись и за счет этого прибавится в весе. Но ткань мышечная весит гораздо тяжелее, чем жир. Просто даже если визуально, когда мы даже разделываем мясо, если посмотреть, то жир маленькая в объеме, но тяжелая в весе. А жир, наоборот, он такой объемный, но легкий. Поэтому, когда мы худеем, не нужно прям зацикливаться на весах. То есть то, что вы видите в цифрах, не всегда объективный взгляд, скажем так. Поэтому нужно визуально себя оценивать тоже. И если вы на весах не видите разницу, но видите разницу внешне, то за это тоже нужно себя обязательно похвалить. Это нужно отметить. Не принижайте свои результаты. Всегда, наоборот, хвалите себя за то, чего вы достигли. Пусть это будет маленькая победа, но она есть. Это уже хороший такой толчок и мотивация, чтобы двигаться дальше. Так, меня слышали? Да, чуть-чуть были помехи. Сейчас у нас уже осталось. Немножко, ага, интернет. Ну и когда мы худеем, получается, ну вот я уже сказала, что первым уходят отеки, потом уходит тот свежий жирок, который нам налип, и потом уже в самом конце уходит вот этот вот плод такой жирок. И вот тот эффект плацебо, да. Когда у нас идет снижение веса, и мы застряли на одном весе и достаточно долго уже в нем находимся. Ну, первое-наперво, это да, вот я сказала, что нужно внешне оценить. То есть, может быть, внешние изменения есть, а в цифрах нет. Второе, что можно сделать, это можно немножко поиграть с БЖУ. То есть, где-то добавить больше белка, меньше углеводов. Потом в какую-то неделю, наоборот, поиграть, что больше углеводов, меньше жиров. То есть, калорийность остается та же самая, но соотношение БЖУ, если меняем, оно тоже дает такое еще раз как бы, заводит как будто бы еще раз этот двигатель похудения, да. Вот. И, например, еще можно поменять соотношение углеводов. Это вот спортсмены так делают. Например, они в первый день кушают вообще почти что ноль углеводов. То есть, там идут только овощи, мясо и жиры. И там, например, яички, да, только белок яичный, например. Потом в другой день у них 50 грамм белков, потом в другой день 100 грамм углеводов, точнее. И потом в последний день у них 200 грамм углеводов, они очень много углеводов, например, пытаются кушать. Там и макароны идут, и рис, гречка. То есть, ну, именно сложные углеводы. И потом опять снижают, значит, на пятый день опять до нуля. То есть, вот эта вот схема, она у них работает именно когда они готовятся, например, там, к соревнованиям или еще что-то. То есть, такие схемы тоже работают. Но это больше для профессионалов. То есть, если вы прям вот вообще встал вес и вот нет выхода, можно примерно это попробовать. Вот. И плюс, конечно, можно пересмотреть калорийность. То есть, когда мы начинали худеть, у нас была одна калорийность. Когда мы продолжаем, через месяц, через два можно примерно перерасчет сделать. Как его считать? Мы с вами сейчас будем вместе это делать. Я бы хотела, чтобы каждый из вас сейчас взял ручку, бумажку, и мы будем каждый себе считать свой. Сейчас индекс сначала массы тела посчитаем сначала, а потом каждый себе посчитает калорийность суточную. Давайте я дам немножко времени, чтобы вы взяли ручку, бумажку. Сармен Мадзина, да, говорит, что значит, у меня сошли отеки, так как за две недели ушли три килограмма. На самом деле три килограмма за две недели – это очень хороший результат. У вас идет прям мягкое такое комфортное похудение, не экстремальное. То есть, организму неплохо от этого, ему хорошо, и он с радостью прощается с вот этими килограммами. И да, что, скорее всего, первую неделю сошли отеки, а потом уже на вторую неделю обычно идут, сходят именно, жирок начинает уходить. Но в первую неделю тоже жирок уходит, просто в меньшем соотношении, скорее всего. Потому что пока организм настроится. Вообще, перенастроиться организму на новое питание, на какой-то новый график питания нужно примерно неделя-10 дней. Так, сейчас я вам… Давайте посчитаем наш индекс массы тела сначала. Смотрите, индекс массы тела и мы берем нашу массу в килограммах. То есть, я вешу, например, 50 килограмм. И мы ее должны… 50 килограмм мы, например, должны поделить на рост в квадрате. Мы рост берем в сантиметрах. У меня рост 162, я умножаю на 162. А, в метрах. Рост берем в метрах. То есть, 1,62 я умножаю на 1,62. У меня получается примерно 2,6244. Я свою массу тела 50 делю на 2,6244. Вот у меня получается 19. Давайте, девочки, попробуйте посчитать каждое себе и напишите в чате… Напишите в чате, какая цифра у вас получилась примерно. Ну, то есть, это не будет строгий такой расчет. То есть, это все тоже примерно. У нас 23,8. Вот вижу 36. 36. Мадина – это ваш, получается, ИМТ. Разделить на сколько? Смотрите, свой рост в метрах. То есть, один запятая, например, там у меня метр шестьдесят два. Вот один запятая шестьдесят два я умножаю на 1,62. Это мой рост в квадрате. Умножаю на 1,62. У меня получилась цифра 2,62, грубо говоря, если округлить. И вот я 50 килограмм, которые я вешу, я делю на 2,62. У меня получилось, ну, 19, если округлить. Так. Ну, Санай, понятно, да, что на что делить? Ага, окей, спасибо. Вот, то есть, мы получаем свой индекс массы тела. 21,4. На самом деле, 21,4 – это самое близкое значение к такой золотой середине норме. Екатерина, у вас, я думаю, очень хорошее соотношение. Но, опять же, да, тут надо иметь в виду сразу, что у нас нормальная масса тела, что у нас рост, да. То есть, есть люди, например, спортсмены, у которых большая мышечная масса, у них индекс массы тела очень высокий. Но он высокий именно за счет мышечной массы. Не за счет жировой, а именно за счет мышечной массы. То есть, у них очень много мышц. Поэтому мы, индекс массы тела никогда не стоит рассматривать как вот жесткие рамки какие-то, да, в которые нужно себя обязательно подгонять. Это просто все вот, чтобы немножко хотя бы хоть как-то понимать рамки, да, ну, нормы примерно. Вот. Теперь у нас есть индекс массы тела. Каждый из нас увидел цифру, которая у нас есть. И теперь давайте посмотрим на нормы, да. Вот, то есть, смотрите, норма у нас идет от 18,5 до 24,9. То есть, если у меня вот и у Мики это 19, у нас это все равно норма, но нижняя граница нормы. В любом случае, ну, например, я по себе вижу, да, когда я смотрю на себя в зеркало, я вижу, что у меня мышечной массы сейчас недостаточно. То есть, мне стоит, например, это лично мне, я по себе, да, сейчас о себе говорю, что мне стоило бы сейчас заняться именно наращиванием мышечной массы. Если у нас ниже 18,5, то у нас очень дефицит массы тела. То есть, он именно вот это очень худые люди, кто страдает дефицитом мышечной массы, у них часто бывают проблемы с позвоночником, протрузии бывают, очень часто болят суставы, там, может болеть, например, там, шея и так далее. Посмотрите, есть у нас повышенные, это с 25 до 29,9. Вот, если у нас совсем высокий, то 30, от 30 до 35, грубо говоря, это высокий, но это вообще сейчас диетологи квалифицируют это как первую стадию ожирения, предожирения, скажем так. А вот выше 35, это уже ожирение первой степени, и далее оно по степням делится, там уже первая, вторая, третья степени. Вот, поэтому это просто примерные цифры. То есть, опять же говорю, что у нас есть люди с повышенной массой тела, но за счет именно мышц, не за счет жира. Я никогда не считала. Да, ну, это просто вот как, ну, на что можно ориентироваться, но это не всегда такие жесткие рамки, да. То есть, если у меня, например, вообще идеально это 22 считается. То есть, если вы хотите высчитать свой идеальный вес, то можно вот эту формулу поменять, ну, вес взять за х, МТ взять 22 и перерасчет сделать, тогда у вас выйдет ваш идеальный вес, к которому вы должны прийти. Но, опять же, этот идеальный вес должен быть не за счет жира, а за счет мышечной массы. Когда мы страдаем недостатком мышечной массы, у нас страдает скелет. Скелету организму тяжело носить себя только на скелете. Скелет должен быть закреплен и укреплен мышечной тканью, чтобы было очень комфортно, во-первых, органы, чтобы все на своих местах стояли, чтобы не было никаких там опущений каких-то органов или еще что-то. То есть, обязательно мышечная масса должна быть и такая хорошая, в тонусе развитая. Да, я очень рада, что вы находите очень много полезного для себя. Вот теперь, когда мы знаем свой МТ, мы можем, в принципе, посмотреть. Если у нас, например, МТ слишком большой, индекс массы тела, то в похудении темп можно выбирать более агрессивный. Если, например, индекс массы тела близок к норме, то тогда можно его более щадяще сделать. И теперь мы можем посчитать, например, давайте я вам покажу еще одну формулу, по которой мы можем посчитать свою дневную норму калорий. Вот смотрите, у нас идет... Смотрите, мы должны учитывать свой вес. Вообще этих расчетов, этих формул, их много разных. Но мне нравится именно это, потому что она учитывает и половую принадлежность, она учитывает возраст, она учитывает рост человека, вес и его физическую активность в течение дня. То есть я считаю, лично на мой аспективный взгляд, это наиболее такая формула, которая приближенно к правде скажет цифру. Но опять же у нас, например, мы же не можем каждый день кушать ровно прям до миллиграммулечки то количество калорий, которое вот нам нужно. То есть всегда идет немножко плюс, немножко минус, то есть погрешность всегда есть. Смотрите, свой вес нам нужно умножить на 10. Вот смотрите, есть большие скобки. Нужно свой вес умножить на 10. То есть я, например, у меня 50 килограмм, я умножаю 50 на 10. То есть это у меня 500. Я вот 500 оставляю это значение и дальше иду. Рост свой я должна умножить на 6,25. То есть 162, тут в сантиметрах, смотрите, приписочка, я умножаю на 6,25. У меня получается 1012 с половиной. Ну, 1012 можно взять половинку, в принципе, можно считать. И возраст в годах, то есть мне полных 32 года, я умножаю на 5. Это получается у меня 160. Теперь, так как я женщина, мы будем отнимать 161. Если бы это мы были мужчинами, то мы бы прибавили 5. Это просто такие значения, которые мы не высчитываем, просто вот есть такая циферка. Вот, то есть опять же 500, если складываем всю формулу вместе, плюс у меня вышло 1012. Я отнимаю, так, отнимаю 160, плюс 1012 отнимаю 160. У меня получается 1352. И мне надо еще, как то, что я женщина, отнять 161. Так, получается, моя норма, суточная норма, это 1191 калория. Грубо, когда мы округляем, это 1200 калорий. Вообще 1200 калорий я бы считала, как вообще минимальная норма для любого человека, особенно для любой женщины. Потому что если спускаться ниже, чем 1200, то это уже во вред здоровью идет. Я считаю, что 1200 – это такая норма прям. Вот, так, считаем, да? 1349 у вас, да, получилось, Елена? Это вот ваша дневная норма. Но, опять же, смотрите, у меня получилось 1200, но тут мы не учитывали нашу физическую активность. Если мы будем лежать и ничего не делать, то у нас выходит вот эта сумма. Но, опять же, мне нужно же учитывать то, что я среди дня, например, бегаю с детьми, какие-то там физическая активность у меня идет, кушать, готовить, убираться – это все калории. Поэтому мы внизу, вот видите, да, мы должны эту сумму умножить еще на коэффициент активности, коэффициент А. И коэффициент активности, он тоже примерный. То есть, если, например, 1 и 2 – это физическая нагрузка отсутствует или минимальная, это значит у нас примерно сидячая работа. С утра до вечера мы за компьютером, мы не ходим гулять, мы, например, не ходим в магазины, убираемся там, может быть, максимум 1 раз в неделю. То есть, в основном у нас физическая нагрузка прям вот очень минимальная. Если, например, среди дня вы что-то там убираетесь, если у вас есть дети, то с детьми всегда активность выше, то есть за ними нужен уход в любом случае, где-то что-то с ними там поиграть, накормить, искупать, помыть руки вместе, да, например, там, не знаю, убрать игрушки – это всегда активность. Мы можем, например, учитывать не 1 и 2, а 1 – 25, например, да. Если у нас девочки, например, у меня были такие, кто говорю, а как посчитать, если я вроде как сижу целый день, но я, например, хожу, у нас нет лифта, у нас шестой этаж, то тут можно тоже немножко с коэффициентом поиграть. Примерно чуть-чуть прибавляем, тут уже на вскидку, примерно сами, да, 1,27, да, я бы прибавила, то есть 1,27 на коэффициент. Если у вас такие тренировки, вот сейчас я знаю, у нас тут тренировочки примерно 3 раза в неделю, да, но они такие средней тяжести, да, то есть мы, это обычная аэробика, да, какая-то вот зумба, например, это вот средней тяжести, да, например. Если у нас прям силовые тренировки, такие хорошие тренировки, то это уже интенсивные тренировки, да. Тут уже, смотрите, если интенсивные тренировки 5 раз в неделю, то это 1,55. Если бы были 3 раза в неделю, я бы взяла 1,5, то есть немножко снижаю коэффициент. Тут вы уже смотрите сами на свой день. Потом у нас бывает часто, что один день мы сидим, другой день мы активные-активные. Потом, когда праздники, мы начинаем гулять по гостям, ходить, например. Или наоборот, кто-то начинает дома лежать, вообще ничего не делать, когда среди дня в будни он работает, у него, например, работа связана с тасканием коробок. Это такая достаточно тяжелая работа, и это значит, что ежедневная физическая нагрузка достаточно высокая. Соответственно, и коэффициент должен быть высокий. Вот я по себе как бы вижу, что я, в принципе, с утра до вечера, например, очень часто готовлю кушать, очень часто прибираю за детьми, потому что они у меня маленькие, то есть разбросаны игрушки где-то за маленьким. На улице мы с ними гуляем два раза в день, например. И все это складывается к тому, что у меня коэффициент ближе к 1,3. То есть не 1,38, то есть у меня нет такой прям сильно тяжелых таких нагрузок, но, тем не менее, нагрузка есть. То есть я свои 1200 умножаю еще на 1,38. У меня получилась цифра 1656 калорий. Мне нужно ежедневно, чтобы закрывать мои ежедневные потребности, то есть чтобы у меня вес стоял вот на том же месте, на котором есть. Потом есть девочки, например, кормящие. Им нужно прибавить примерно 300-500 калорий. 500 прибавляем, если малыш еще не кушает при корме. 300 прибавляем, если малыш уже кушает при корме. Но это тоже, опять же, примерные цифры, потому что бывают дни, когда малыш требует больше, например, грудного вскармливания, и тогда калорийность больше потребляется. Если, например, бывает, что малыш за целый день не хотел, ушла мама по делам, еще что-то, чуть-чуть меньше давали, значит, чуть-чуть меньше. То есть это, опять же, цифры все примерные. Но мы стараемся высчитывать всегда среднее что-то. То есть у меня выходят 1650 калорий, к которым я могу примерно прибавить. Вот у меня сейчас малыш на смешанном. То есть иногда он при корм кушает, иногда не кушает. Примерно 400. И вот 2000 калорий в день должна я кушать. Как посчитать эти калории теперь? Многие девочки спрашивают, как посчитать. Вот у Мики вышло 1520. Вот примерно 1500 калорий в день должна кушать, чтобы у нее выходило закрытие потребностей без изменения веса. То есть если мы хотим увеличивать вес, соответственно, калорий надо увеличивать. Если мы хотим уменьшить вес, то мы уменьшаем от 1520, например, мы будем уже отнимать. Как отнимать? Например, если мы хотим быстро и интенсивно худеть, как я говорила, если у нас индекс массы тела совсем высокий, то можно отнять 30%. Но 30 – это максимально, что я рекомендовала бы отнимать. Потому что больше, чем 30 – это уже совсем урезанный калораж. Если у нас индекс массы тела такой близок к норме, то можно отнять 15-10%. И тогда вы незаметно для себя будете худеть. Но тем не менее будете, потому что у вас индекс массы… Ой, калораж будет урезанный немножко, буквально на 10%. Вы это даже практически не почувствуете. А вот с физической активностью 1820. Но это супер. То есть вообще, в целом, обычный рацион человека, когда я сколько работала с людьми, в среднем мы кушаем от 1600 до 1900. Это норма. Такая вот средняя. То есть в один день можем больше, в другой день меньше. И вот примерно 1600-1900 – это вот в среднем у нас, на обычного среднестатистического человека. Зачастую даже девочки бывают, которые хотят похудеть, они мало ешки. Потом мало едят. Могут, например, перекусиками постоянно. Вот перекусы, перекусы, перекусы. И вот за счет этого недобор идет в калориях где-то, например. И организм пытается запасать. То есть у него идет обратный эффект. Вот у Мадина идет 1709. Вот примерно 1700. Вот. 1700 вы можете отнять, например, 20%. Если такое, чтобы было мягкое похудение. Вот сейчас я вам посчитаю. 1700 отнимаем 20%. У вас получается примерно 1360. То есть можно кушать 1300-1400 калорий в день. И это будет для вас прям мягкое похудение тоже. Либо можно даже еще меньше отнять. То есть 1500 калорий тоже отлично будет. сильно себя тоже загонять не стоит в такие рамки. Вот. И когда мы среди дня, например, мы же должны примерно видеть, что мы кушаем и как считать это. То есть сколько это калорий. Сейчас я покажу несколько программ, которые мне очень откликаются. Сейчас. Сейчас. Так. Почему-то не показывает. Так. Я вот так вот покажу. через телефон тяжелее показывает, но тем не менее. Называется Fat Secret. И вот там идет такая вот, как сказать, на целый день можно забивать все, что вы кушаете. Когда нажимаете плюсик, там выходит такая вот поисковая строка, и вы в нее прям вбываете. Например, каша на молоке. Или там кофе без сахара. Чай без сахара, например. И так далее. Тут есть, видите, вверху есть такие бикуньки. Можно выбрать тут платные. Например, готовые диеты на конкретное количество калорий. Там прям программка вам покажет. Взвесьте, например, 30 грамм риса. Или взвесьте там 20 грамм хлеба или 20 грамм картошки и так далее. То есть это все можно посчитать. Но, опять же, продукты разные. Количество, если вы померите, тоже может быть разным. Fat Secret. Fat. Как жир. Да. Fat Secret. Правильно. Вот. То есть мы можем вот в этой программке посчитать. Вы можете забить все, что вы кушаете, и она вы посчитает. При этом она, посмотрите, с краю она показывает даже натрий. То есть соли, сколько мы кушаем. Есть еще одна программка. Называется... Как же она называется? Сейчас, секунду. У меня она называется просто фитнес. Сейчас. Так, нет. Это, наверное, зависит от айфона или андроид, да? Вот у нас Samsung, я тоже есть. Samsung Health. Устанавливается... А фитнес, наверное, у тебя айфон, да? Да, да, да. То есть там тоже можно посчитать. Потом MyFitnessPal есть, тоже хорошая программка. MyFitnessPal. FitCoach. Ну да, то есть сейчас этих калькуляторов, их очень много разных появилось. Вот, на мой взгляд, вот эти вот MyFitnessPal и Fat Secret, они достаточно такие хорошие. Там очень много разных продуктов, очень много разных блюд, причем есть возможность забивать свои блюда. И он тоже посчитает. Да, MyFitnessPal. MyFitnessPal еще показывает некоторые витамины и минералы. То есть можно отследить, например, каких витаминов у вас в рационе было много, было мало и так далее. То есть на что сделать упор. Тоже очень классно. Их, на самом деле, этих калькуляторов очень много разных. Тут уже, ну, чем удобно пользоваться. И вот они помогают примерно посмотреть вашу калорийность. Очень хорошо я советую всегда своим клиентам первое время, когда они ко мне только приходят, мы с ними неделю ведем дневник питания. То есть они не садятся ни на какую диету, они просто с утра до вечера сидят и пишут все, что они кушают. И я вот прошу их забивать в эти программки, и они потом с ужасом открывают и говорят, я, оказывается, столько ем, а мне кажется, я ем мало или наоборот. То есть все очень удивляются. И всегда у всех идет перекос. Ну, зачастую идет перекос в жиры и в углеводы, в простые углеводы еще. Вот. Единственное, эта программка, конечно, не показывает разбивку по жирам растительного происхождения, животного происхождения и углеводы, простые или сложные. Было бы, конечно, вообще классно, если бы мы видели еще и эту разбивку, потому что человек видит, а углеводы, круто, у меня есть углеводы. По факту там могут сидеть только простые углеводы и жиры. То есть 30% наших жиров должны быть именно животного происхождения, а 60% растительного. То есть лучше делать упор именно на жиры растительного происхождения. То есть это масла, орешки, семена, авокадо – очень классные жиры. На них больше надо делать упор, нежели на жиры животного происхождения. То есть там сыр, сметана, кефир, скажем, или там жир, который в мясе и так далее. Оливки, маслины, кстати, тоже, да, жиры. И так вот эти вот инструменты, они очень хорошо помогают отследить, где у нас провисает, где у нас неправильно. То есть выявить ошибки, на что потом обратить внимание, например. И если у девушек есть вопросы, я давайте поотвечаю на вопросы. И в целом вот это все. Спасибо большое, классная лекция. Посидели, посчитались, все на себе больше узнали. И вопрос, как набрать вес и мышечную массу? Набрать вес, да. На самом деле, набрать вес гораздо сложнее, чем скинуть. Потому что строить мышцы гораздо сложнее, чем разрывать вот эту ткань жировую. Вот. Первое, что мы должны делать, это должен быть режим, прям конкретный режим. В одно время кушать, в одно время засыпать. И сон должен быть минимум 8-часовой, непрерывный, хотя бы с 10 вечера. То есть мышечная ткань растет в основном, когда мы спим, когда мы отдыхаем. Это вот важный очень фактор. Например, питание должно быть с профицитом калорий обязательно. То есть если норма, например, у тебя была 1800 калорий в день, ты должна минимум кушать 2-2500. То есть это надо больше кушать. При этом белка должно быть в два раза больше в рационе, если на обычный рацион это 50 г. Например, 1 г белка и 1 кг веса... Например, если я вешу 50, у меня в рационе должно быть хотя бы и 50 г белков. Если я строю мышечную массу, то белков должно быть хотя бы в два раза больше. То есть 100 г белка должно быть. То есть это каждый прием пищи должно быть что-то белковое. Ну, вообще, конечно, мясо классно. Куриная грудка – это идеальный вариант для наращивания мышечной массы, потому что в ней очень много белка, мало жира и такой вот легкоусваиваемый белок получается. Вообще на первом месте белок, который 100% усваивается в организме – это яйцо пашот. Белок от яйца пашот именно. Белок яйца пашот усваивается в организме на 100%. Вот этот недоваренный белочек получается. Потом уже на втором месте идёт морепродукты, по-моему, и потом только идёт курочка. То есть телятина, она там вообще очень-очень далеко. В первую очередь индейка, грудка индейки, грудка курицы, морепродукты, рыба и белок, яичный белок. Они должны быть в рационе, то есть это в каждый приём пищи. Казин должен быть обязательно в рационе вечером перед сном. То есть это творог, кефир, который помогает строить мышцы вечером, на вечернее время лучше его. Или на вторую половину дня, то есть после четырёх хотя бы. Потом получается, когда мы увеличиваем количество калорий, оно увеличивается за счёт белка, конечно, но и за счёт углеводов тоже. То есть углеводов нужно тоже вдвое больше кушать. И углеводы должны быть именно сложные. Овсянка, гречка, рис бурый. Что ещё у нас? Макароны цельнозерновые. Можно белок ещё добавлять, кстати говоря, и растительный. То есть соя, чечевица, фасоль, нут, что ещё? Горох. Их тоже очень классно будет миксовать с белком животного происхождения. Вот. И ещё самый важный фактор – это тренировки должны быть. Но тренировки должны быть именно силовые. Не аэробика, не кардио, а именно силовые тренировки с большой нагрузкой на мышцы. То есть нужно поднимать большой вес. Чтобы поднимать большой вес, это первое, надо сначала тонус привести мышцы. То есть сразу давать большой вес нельзя. Мышцы неподготовленные. То есть нужно сначала, чтобы тело было в тонусе, чтобы оно принимало физическую нагрузку адекватно. И потом уже потихоньку-питихоньку наращивать вес. Например, это те же самые приседания со штангой. Сначала с пустой, с грифом пустым. Или там просто, например, один-два блина по два килограмма. Ну, потом и добавлять, 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 добавлять. И с каждым разом у нас должны быть вот эти микротравмочки маленькие. И микроразрывы ткани, которые потом заполняются белком, получается, строительным материалом. И за счет этого растет мышечная масса. При этом я девушкам всегда стараюсь советовать, чтобы делали акцент не на попе и на ногах, а именно на спине и руках. Потому что спина и руки – это наш корсет, они носят наш организм. И тогда мы будем себя гораздо лучше чувствовать. С попой и ноги – это классно, но лучше акцент делать именно на спину, руки. Руки, спину. Вот эта часть трапециевидная. Но сильно перекачивать вот эту трапецию тоже не стоит, потому что мы такие будем, как мужики. Тогда просто, если грамотный тренер будет, он подберет такую очень классную программу, которая будет все тело прокачивать, но спину всегда нужно в первую очередь. Потому что спина – это очень часто отстающая у девушек группа мышц, которая отстает часто. Спасибо большое, я все поняла, записала. И мечтала, что куриная грудка на 30% усваивается, а спирулина на 95%. Кстати, как ты относилась к спирулине в похудении и наборе веса? Ну, вообще спирулина просто, я ее всегда рассматриваю как очень хорошая добавка, когда не хватает микроэлементов в организме. Она, конечно, спирулина очень классная, что в ней аминокислоты есть, которые нам нужны. То есть ее как добавочный белок можно хорошо использовать. Но когда мы сидим на профиците калорий, у нас, соответственно, и по минералам, и витаминам в организме не нужно переживать, что их будет мало. То есть рацион очень богатый, соответственно, мы не будем ощущать дефициты. Но все равно спирулину как добавочный белок можно расценивать. То есть ее бы я добавила. И вот шейки наши классные было бы тоже. Потому что каждый раз есть мясо тяжело. Ну и в целом челюсть устает, зубы устают жевать мясо, потому что в принципе тяжело. Можно делать, например, иногда из котлеток, из чего-то такого. Ну то есть перемалывать его, делать суфле, например, какие-то. Тоже хорошо было. Ну на самом деле, потом еще, кстати говоря, когда мы сидим на профиците калорий и наращиваем массу, мы много едим белка, но чтобы не было нагрузки на желчный и на почки, нам нужно клетчатку добавлять. Тут псиллиум поможет. Вот. Клетчатка обязательно должна быть в организме. И клетчатка поможет лучше усвоить белок. Ну в кишечнике именно поможет. Ой, я без мяса жить не могу. Да, кто-то вот, если есть люди, кто мясоеды, кто, ну в принципе, не может отказаться от мяса, тем вот тяжело будет переходить на веганство или вегетарианство и так далее. Но это вот все наши физиологии. Я тоже не могу без мяса. Ну я на самом деле тоже вообще не могу без мяса. То есть мне всегда надо кушать мясо. Но мясо старайтесь кушать, именно красное мясо старайтесь кушать в обед. В первой половине дня. На завтрак, на обед. Вот. За 20 дней скину на 2 килограмма. Это очень хорошо, 2 килограмма. Хороший результат. Вообще по темпам похудения, 5 килограмм в месяц или 1 килограмм в неделю, это отлично. Это супер. Если больше, то это уже такой больше интенсивный спрос веса. Если меньше, то, ну в принципе, можно поднажать. Вот. С марафоном я научилась завтракать. Это круто. Потому что на самом деле многие люди не завтракают, пропускают, игнорируют этот прием пищи. Но этого делать не стоит. Я раньше тоже так думала. Сейчас без зелени съездим в гостики. Из этого у меня было несварение. Так как было много мяса. Да, у нас на самом деле в Казахстане народ очень любит кушать мясо. Много мяса при этом. А зелени кушают мало. Елена Ким говорит, я скинула 2,8. Это круто. Вот у нас марафон 3 недели идет примерно. И вы скинули, получается, примерно по 1 килограмму в неделю. Это вот прям идеальный темп, я бы сказала. Я могу не ужинать, но завтракать обязательно. Да, на самом деле это правильно. То есть лучше отказаться от ужина, но завтракать обязательно. Есть даже такая поговорка. Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Я положительно отношусь к этой поговорке. Вообще вы, девочки, все молодцы. Это нужно очень большое терпение, очень большой труд на самом деле. И он складывается вроде, сегодня чуть-чуть сделал, завтра чуть-чуть сделал. И ты думаешь, блин, я так мало сделал. На самом деле это не мало. Это много. Это колоссальный труд. Это в первую очередь самодисциплина. Это очень большого стоит. Ну, то есть, как бы, легко же кому-то говорить что-то. А когда сам над собой работаешь, это гораздо сложнее. Самого себя вот постоянно подпинывать и говорить, давай, тебе же это нужно. Это же твое здоровье, это твоя внешность, это красота. То есть это, ну, колоссальный труд. И нужно себя обязательно благодарить за это. То есть будьте позитивны в этом и себя любите. И всегда отмечайте свои вот эти вот результаты. И благодарите себя за это обязательно. Поощряйте, говорите, что вы молодец, что это круто. И не останавливайтесь на достигнутом обязательно. Идите дальше, чтобы результат только улучшить. И не сравнивайте себя с кем-то другим. Лучше сравнивать себя со самим вчерашним. То есть вы в любом случае лучше сегодня, чем вы вчера. И завтра станете еще лучше, чем вы сегодня. Вижу, Мадина воду пьет правильно. Водичку пить надо, да. Прям супер. Мне мама эту пословицу всегда говорила, да. Скажите, пожалуйста, период урозы уже после марафона. Как принимать наши БАДы? Ну, точно так же, по тем же, так же, как и вот сейчас, так же можно дальше продолжить просто. Вообще в урозу, кстати, классно было бы спирулину утром пить. Ну вот, когда идет, правильно, как называется, ауза шар, да, наверное. Нет, наоборот, утром, ну, в общем, утром, когда вот до рассвета, спирулину было бы классно. Утром, я помню, я вот скидывала в чат ссылку на свой пост. Я там писала, что в урозу, утром до рассвета лучше кушать углеводную пищу, черносливы, например, сухофрукты и орехи и каши. Они будут очень хорошо. А вечером можно делать смесь белка, например, мяса с овощами. И начинать, ну, начинать, получается, можно вот финики и вода через какое-то время, какие-то супы, чтобы не нагружать желудок сразу, а вот чуть-чуть постепенно его готовить. Суп какой-нибудь легкий, например, жиденький, а потом уже чуть попозже, там через часик, уже можно хорошее второе покушать, и чтобы было обязательно мясо и вот овощи. А утром прям вот кашку, хорошую порцию каши, можно там с фруктами, с сухофруктами, с орехами, можно с семенами, вот прям подобавлять всего этого, сделать такую кашу питательную прям, чтобы на целый день охватило энергии. Вот. Ну, водичку, естественно, пить тоже, да. Спасибо, обязательно приобрету. Да, спирулина, это классно. Жалко, что ее раскупили на нашем казахстанском сайте. Она была буквально недельку, по-моему, на сайте, ее всю скупили, вот, ну, классно, конечно. Я надеюсь, что еще добавит, скоро на склад и будет еще спирулина. И цена у нее просто вообще 8700, это очень дешево. Кстати, она пока есть на советском сайте, сейчас едет делегация в Турцию, в Анталию, кому нужно, просите спонсора, чтобы вам захватили отсюда. Так как, да, тут будут недели, кому нужно. Почему бы нет? Хотела еще спросить, какие БАДы у вас остались, да, и все ли знают, как их пить и для чего они нужны. Вот мы, например, пропили псилю, он у нас должен был уже закончиться. И сейчас фанзайм, шейки, яблочное желе у кого есть, пырчаем и добиваем, да. Яблочное желе начали, отлично. Все ли знают, да, для чего они нужны. И Айна Гуль тоже взгляд на эти БАДы при похудении, интересно. А, вот шейки показывает Елена, да. Панзайм, да, вижу. Псилюм вижу и хемахим. А, и пырча. Да, да. Вообще, ну, я всегда с таким как бы посылом всегда рассказываю девочкам, что все БАДы должны приниматься именно исходя из ваших индивидуальных особенностей. То есть если у человека есть, например, почечная недостаточность, или, например, камни, или песок в почках, то пырча я бы не советовала брать. Если, например, у вас со стулом проблемы, если он, например, жиденький, ну, такое тяжело, да, например, такое больше к жидкому, тогда я бы не советовала яблочное желе, а я бы посоветовала больше псиллиум, например. Либо если даже запоры бывают, то также псиллиум. Но, в принципе, псиллиум, он такой достаточно, у него нет противопоказаний, то есть его можно и беременным, и кормящим, и деткам просто чуть поменьше в дозировке, например, детям лучше, но псиллиум такой, он прям очень классный БАД, мне он очень нравится, я прям вот люблю его очень сильно. Спирулинку тоже можно как добавочную, чтобы, например, добавить белка в организм, и еще она прям богата минералами, витаминами, то есть очень богатый состав, хороший прям. Я сейчас сама вот пью спирулину нашу, я прям вижу результаты на себе прям вот воочию. Вот. Файнзайм тоже, то есть его тоже можно использовать, например, когда тяжело на желудке, да, например, тоже можно использовать. Но, опять же, если у вас есть непереносимость индивидуальная, то тоже лучше его не стоит употреблять. Ну, здесь из расчета того, что то, что нам хорошо, то берем, то, что не нужно, то, что вредит, например, противопоказано, лучше не принимать. То есть в любом случае у каждого человека индивидуально, и какое-то бывает непереносимость. И лицо обсыпало, но я допила. Скорее всего, на шейк у вас были газы, я так думаю. На псиллиум вряд ли, на шейк возможно. Шейк, смотря какой, может быть. Псиллиум может вызывать индивидуальную непереносимость, может. То есть если у вас индивидуально какая-то там аллергия на какой-то компонент, может быть такое. Вот. Я принимаю пуэр-чай, химохим, омега, витамин В. Круто. Мадина говорит, пуэр-чай, фанзайм, женьшень и лайф-баланс. Ну, вот баланс-лайф, он, по-моему, на 30 дней хватает. Его вот надолго хватает. Он лучше какао. Ну, вот, возможно, на какао у вас идет аллергия или на какую-то составляющую, то есть на компонент какой-то. Потом, знаете, еще, девочки, обсыпать может. Почему? Часто у нас, когда мы не худеем и, как сказать, когда мы начинаем худеть, наша жировая ткань начинает расщепляться. А что такое наша жировая ткань? Это те калории, это те же питательные вещества, просто запечатываются в клеточку, в отдельную жировую клеточку. И когда мы начинаем худеть, она начинает расщепляться, начинает высвобождаться вот эти вот те витамины, которые мы, например, принимали до этого, которые на склад ушли. Те же самые минералы, да, и те же самые. То есть оно у нас может дать как переизбыток, и оно может дать как интоксикацию в организм. И когда мы начинаем худеть, почему я говорила, что нужно много пить жидкостей? Жидкость помогает снизить интоксикацию в организме. Поэтому, когда высвобождаются вот эти вот клеточки, расщепляются жировые клеточки, нам нужно их, получается, дальше прогнать, да, получается. Поэтому пьем много жидкостей. Но часто у многих девочек это может выходить именно в виде обсыпаний на лице, на теле. Грудь может обсыпать или обриспину и так далее. То есть у каждого, у нас мышцы разные, получается, где тонко, там и рвется, как говорят. Вот, то есть где был какой-то вот, скажем, недочет, не то чтобы недочет, а, скажем так, слабое место, вот, оно там начинает выходить в ту сторону, когда мы начинаем худеть. Поэтому вот водичка, она помогает, да, снизить интоксикацию и поможет избавиться от вот этих обсыпаний лишних. Вот, поняла, спасибо, пожалуйста. Возможно, я сильно... Можно еще одну пить в коробку, если так посильнее обсыпание, интоксикация, так как посильнее, он же убирает. Можно, можно, да, я сильно газую от яблок и капусты, фасоль, щи, да. Но это, видите, у кого-то это индивидуальная особенность, что газы образуются от яблок. Вот, кстати, от яблок тоже бывает, яблочное желе может быть. Это капуста, фасоль, чечевица, у всех по-разному, да. То есть если... Это не значит, что это плохо, что у вас что-то не так, нет, это просто, может быть, ваши индивидуальные особенности. Вот. А так до апсилиума можно будет продолжить. Так. Пожалуйста, Мсана, я рада. Вообще я очень рада, когда вот я что-то советую и мои советы дают результат положить. Если я могу чем-то помочь, я всегда рада. Ещё я пью гранатовое желе, гемоглобинство с рукой. У вас был пониженный гемоглобин, да? Елена, если пониженный был... Слышишь свой гемоглобин, значит, он был низкий. У меня тоже был раньше гемоглобин низкий. У меня с продукцией Атоми поднялся. Ну, плюс я ещё пила аптечные средства. Ну, вот гемоглобин, да, это у нас у многих женщин проблема, потому что бывает анемия, и когда железодефицитная анемия даёт именно пониженный гемоглобин. Но она бывает ещё и скрытая, то есть гемоглобин может быть нормальный, а дефицит железа есть. Тоже, ну, тут всё уже в анализы, надо уходить, смотреть. Да, но когда гемоглобин повышенный, лучше гранатовое железо уже не стоит пить. Слишком как бы переизбыток гемоглобина тоже плохо. То есть не нужно этого. Всё в меру должно быть. Пожалуйста. Тут очень много благодарностей. Интересный эфир, полезная информация. Спасибо большое, Неболь, за полезную информацию. Спасибо. Будут вопросы, если вы ещё не в Атоме, обращайтесь к Иногуль. Всем спасибо, что продолжаете марафон стройности. Давайте до конца, с классными результатами. На сегодня всё. Всем пока. Заканчиваем. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok,